Вышевальный сомелье Во-первых, я бы поспорила с тем, что это мнение большинства, потому что, в конце концов, кто это измерял и кто это учитывал, кто вообще вёл какие-то опросы или какие-то результаты общественного мнения где-то опубликованы. Мне кажется, наоборот, за последние годы хендмейд, разные виды рукоделия, будь то вышивка, вязание, шитьё, кройка, также декор дома, изготовление каких-то вещей для декора дома, резьба по дереву и прочее, мне кажется, за последние годы все эти виды рукоделия, назовём их так, они, наоборот, переживают своё перерождение и популярность только растёт. Поэтому говорить о том, что сейчас большинство думает, что это для бабушек, я не знаю. Возможно, моё мнение искажено тем, что в моём окружении много рукодельниц и в моём окружении много людей, которые ценят ручную работу, будь то рисование, будь то, не знаю, декупаж или какой-то ещё вид рукоделия, вышивка, вязание. То есть оценка может быть разной. Например, кто-то из моих знакомых считает, что рукоделие, оно должно быть практичным. То есть если ты вяжешь вещи, это практично, ты же их носишь, и, соответственно, получается, рукоделие в таком случае не просто в удовольствие, а ещё и пользу какую-то приносит, практическое применение имеет. Кто-то считает, что классный вид рукоделия – это, не знаю, например, резьба по дереву, можно что-нибудь для дома опять же сделать. Или декупаж, можно делать декупаж, можно продавать это, или скрабукинг, тоже можно делать какие-то вещи на продажу. В общем, кто-то видит только практичную сторону рукоделия и, соответственно, выше оценивает те виды рукоделия, в которых есть практический результат. А вышивки, как бы, что бы мы ни говорили, практического результата мало. Да, можно украсить вышивкой какую-то одежду, можно украсить какие-то предметы интерьера, но по факту, в основном, среди моего окружения, всё, что мы вышиваем, это просто декор, который нас радует. И просто само занятие рукоделием, оно нас радует. Сам процесс вышивки тоже. Если кратко отвечать на первый вопрос, я скажу, что нет, я не согласна с этим. И более того, многие люди в моём окружении, в принципе, даже далёкие от рукоделия, они не согласны с тем, что это только для бабушек и что это что-то такое старомодное. Второй вопрос. Что вышивка привнесла в вашу жизнь? В первую очередь, вышивка привнесла в мою жизнь людей. Мой круг общения. Будь это люди в моём городе, не в моём городе. Благодаря вышивке я познакомилась с очень большим количеством рукодельниц по всему миру. И со многими из них до сих пор я поддерживаю связь. С некоторыми из них наше общение вышло за грань только вышивки, и мы общаемся уже просто как друзья. И, в принципе, на мой взгляд, любое рукоделие, оно помогает найти какой-то круг общения. Даже если люди не имеют в своём городе каких-то встреч рукодельниц и каких-то подруг, которые тоже вышивают, например, Всё равно занятие каким-то видом рукоделия, вышивкой крестом в частности, оно даёт возможность расширить свой кругозор. Расширить кругозор не только в плане обретения новых друзей. Поскольку моё увлечение вышивкой крестом совпало с тем моментом, когда я стала регулярно пользоваться интернетом, то практически совпало, вышивка крестом немножко попозже началась. То плюс ещё к тому, что я нашла многих людей, с которыми можно было общаться, опять же, посредством сети интернет, это всё происходило. Плюс к этому различные форумы, различные сайты, где можно было покупать какие-то товары для рукоделия. Вот это всё освоение eBay и прочих различных площадок для покупок. Это тоже стало следствием того, что у меня такое увлечение. Ну, не знаю, покупать, например, одежду на eBay, у меня никогда не было мысли об этом. А вот покупать вышивку, да. Поэтому всё вот это освоение покупок через интернет тоже через призму моего рукоделия происходило. Следующее, что ещё вышивка привнесла в мою жизнь? Вышивальные встречи, конечно же. Потом опыт администрирования сайтов и модерирования различных формов. Я всё время, например, была модератором форума «Золотое Руно», компанией «Золотое Руно». Есть у меня что ещё добавить по этому вопросу, но я там подсмотрела, что там будет вопрос, на который я буду отвечать. И добавлю вот к этому, что вышивка привнесла. Третий вопрос. Будете ли вы вышивать без настроения и успокаивает ли вас вышивка? Вышивка меня не успокаивает. Ну и вообще, я не скажу, что у меня есть какой-то род именно занятий, который способен меня успокоить. Скорее, у меня ментальная какая-то работа происходит, которая способна меня успокоить в каких-то ситуациях. Но никакие занятия, такие как мытьё посуды, рвание бумажек или перекладывание вещей с места на место, мне успокоение, если у меня уж там раздрай и душевно как-то пошатнулось всё, то нет, такие вещи меня не успокаивают. Соответственно, и вышивка крестом, она меня тоже не успокаивает. Ещё одна часть здесь. Будете ли вы вышивать без настроения? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не могу припомнить каких-то случаев, чтобы настроение мне мешало вышивать. Но вполне возможно, что когда у меня, в принципе, плохое настроение, просто о вышивке я тогда и не думаю. Не вижу я никакой корреляции в этих двух процессах. Иногда бывает так, что вроде на кого-то злюсь, но вышиваю. Или переживаю по какому-то поводу, но всё равно могу вышивать. Поэтому, скорее, нет никакой связи между настроением и процессом вышивки у меня. Ну и также она меня не успокаивает. Поэтому это совершенно независимое занятие от того, какой у меня душевный настрой. Четвёртый вопрос. Как окружающие реагируют на ваши хобби? Как и в любой ситуации, во-первых, немножко я описала в ответе на первый вопрос, как реагируют окружающие. Но если именно оценивают, как оценивают моё хобби, то, конечно, это зависит от того, сам человек, например, вышивает или нет, и какие он эмоции, в принципе, к ручной работе испытывает. Но если так вот какую-то градацию, какую-то шкалу построить, то есть тут, наверное, будет ноль, это безразличие. Ну и дальше уже до восхищения. Как-то вот так. То есть, в принципе, я бы сказала, что положительно. Потому что безразличие — это такая эмоция, которая совершенно нейтральна, и она меня не задевает. Например, если человек видит мои вышивки, но не хвалит или не говорит, ой, какая красота, кто это сделала, ой, ты сама там делала или что-то в этом духе, то меня это совершенно не беспокоит. С негативной оценкой я не сталкивалась, скажу честно. Но не было в моей жизни таких людей, которые бы мою вышивку, мою рукоделие оценивали отрицательно. Типа вот, например, как я знаю, такие печальные случаи, когда, вплоть до членов семьи, кто-то говорит, например, зачем ты вообще это делаешь, куда ты всё это будешь девать, и это всё бесполезная трата времени. Ну, короче, знаете, это называется абьюз уже, на самом деле. У меня такого нет, к счастью. Потому что никто не обесценивает мой труд в какой бы то ни было сфере, в моём окружении. Ну, знаете, может быть, здесь, конечно, и есть такой вариант, что, может быть, у меня нет таких людей, потому что, знаете, как в служебном романе было, типа я ликвидировала всех подруг. Ну, на самом деле нет, конечно, нет. Это просто так сложилось. Просто, наверное, для того, чтобы ненавидеть вышивку, у человека должны быть какие-то глубинные комплексы, поскольку уж настолько это само по себе занятие, не знаю, безобидное, приносит только красоту. Поэтому, мне кажется, люди, которые ненавидят чьё-то хобби, прям вот ненавидят. Тем более, если это хобби им не мешает никаким образом. Ну, это странно очень, в мой взгляд. Ну, всё бывает по-разному. Пятый вопрос. Может ли вы отложить свои текущие процессы и вышивать работу в подарок, если вас об этом попросят? Нет. Я не вышиваю даже подарки на заказ. То есть я не вышиваю за деньги на заказ, и я не вышиваю подарки на заказ, когда кто-то там приносит набор или какую-то схему выбирает и говорит, выши мне вот это. Я, может быть, и вышью это, но только когда мне самой захочется это делать. И, естественно, я не буду всё откладывать и бросаться что-то вышивать, если меня кто-то об этом попросит. Иногда может быть так, что я могу что-то отложить и взять какой-то процесс, который я сама планирую подарить. Ну, например, там, не знаю, кому-то из родственников. Вот как я вышивала мои цветы. То есть я отложила другие процессы, и я знала, что у меня есть срок, когда я хочу вышить эти работы, оформить их и подарить маме на день рождения. И так и получилось, собственно говоря. Но это не значит, что если кто-то придёт и скажет мне, даже из моей семьи, вот выши вот это, и я всё отложу и скажу, да, конечно, без вопросов я буду вышивать. Просто за многие годы я поняла уже, что это не работает. Это будет не в радость ни мне, ни людям, которые… Ну, в первую очередь это будет не в радость мне. Зачем мне тогда этим заниматься? Вышивка — это же не работа, это же моё хобби. И я хочу, чтобы она мне приносила удовольствие. Ну, вот как-то так. Шестое. Переживали ли вы стадию насыщения в вышивке? Нет, не переживала. У меня были периоды, когда я не вышивала. Но я не считаю, что это потому, что я насытилась вышивкой, и вот, ну, знаете, типа вот тут она у меня уже стала, и я уже не хочу даже видеть эту вышивку и трогать её и прочее. Нет, просто иногда бывает, меня захватывают какие-то другие хобби. Я занимаюсь чем-то другим. Иногда бывает много работы, и нет сил просто садиться и вышивать. Иногда бывают, не знаю, поездки какие-то, какие-то дела какие-то, не знаю, человек болеть может и не хотеть вышивать. Ну, всякое бывает. И у меня были периоды, когда я не вышивала. Могу неделю, месяц, не знаю, полгода. Ну, год так, чтобы не вышивать, у меня не было, но несколько месяцев, наверное, да, были такие периоды. Ну, либо я не вышивала, либо я вышивала очень-очень мало. Но в целом, мне пока что вышивка не надоела за 20 лет, и мне это очень нравится. И постоянно что-то новое, красивое, и выходят дизайны, и у меня вот там есть мои закрома, в которых лежат очень много дизайнов, которые я хочу вышить. Соответственно, пока что я не чувствую насыщения вышивкой, и у меня не было такого, вот, ни насыщения, ни перенасыщения, ну, к счастью, да. У меня пока что такого не было, к чему я очень рада. Следующий вопрос, седьмой. Ваше любимое время суток для вышивки? Тут у меня два ответа есть. У меня есть любимое время, а есть, когда я вышиваю в основном. Любимое время моё, конечно, когда световой день, когда хороший свет дневной, и можно вышивать без дополнительного освещения, например, или там, я не знаю, с утра. Любое время для вышивки, у меня любимое. Но обычно я вышиваю вечером, в ночи, ну, по выходным, по дням, когда я не работаю, я могу вышивать и днём, вообще в любое время. Следующий вопрос. Хобби, которое у вас есть, помимо вышивки? Вот, это как раз вот тот вопрос, которому, отвечая на который, я вернусь к вопросу номер два, что вышивка привнесла в вашу жизнь. Я начала рассказывать, что очень много информации по поводу вышивки есть в интернете, в интернете, и сейчас намного проще её найти, чем было раньше. И вот конкретный пример в своё время, это было ещё в начале, наверное, 2000-х годов, я увлеклась не просто вышивкой, а вышивкой исторической. И было очень сложно найти информацию. Было как сложно найти какую-то информацию текстовую, или какие-то книги, потому что в России у нас не было таких книг, ну, и сейчас, на самом деле, я не очень знаю, какие есть, потому что я уже перестала ориентироваться на российские источники. Зарубежные было тяжело достать, либо не было их, либо тогда, по-моему, ещё не было вот гугл-книги, такого раздела в гугле, где публикуются хотя бы части иногда книг, а иногда и целиком, если повезёт. Этого не было. Было очень мало форумов, было мало информации, и вот прям приходилось мало того что искать, ещё потом проверять, а верная ли эта информация, насколько она правдивая, насколько она соответствует действительности. И это был такой классный, очень азарт, такой поиска исследователя, очень классно. Но сейчас, да, это очень всё доступно, очень много, сейчас, конечно, это всё намного проще. Но вот, к чему я это веду, другие увлечения, помимо вышивки. Как ответвление, может быть, а может быть, просто параллельно с вышивкой у меня развился интерес к истории костюма, к реконструкции, в том числе реконструкции одежды. Соответственно, это как поиск информации, так и изготовление одежды, то есть давайте назовём историческая реконструкция. Ещё одно моё хобби – это рисование зентанго. Это такой определённый вид рисования, который всем доступен, и все могут научиться, в отличие от многих других техник рисования, которым научиться могут не все. Ну, точнее, не все могут научиться на том уровне, на котором хочется, например. Дальше, что у меня ещё? Чтение, конечно, это большой раздел моих хобби и времени, которое занимает. Ну и вообще, большой интерес я испытываю к чтению, причём чтение совершенно различных книг. И здесь я не беру чтение, конечно, научной литературы, которая, в принципе, по работе не нужна. Дальше, что ещё? Я умею вязать, но я бы не назвала вязание своим регулярным хобби, поскольку я вяжу время от времени и я вяжу какие-то очень простые вещи. То есть я никак в этом хобби особо не развиваюсь. Ну, это я не перечисляю хобби, которые как-то кратенько появляются в моей жизни и так же быстрее уходят. Например, я и открытки делала, занималась, например, декупажем и что-то вот в этой сфере. Есть также ряд хобби, которые я бы хотела освоить, но пока что по разным причинам я этого не делаю. Но я всё ещё надеюсь, что я освою. Я вообще по своей натуре человек такой увлекающийся хобби, но не каждое хобби остаётся в моей жизни надолго. Ну, пожалуй, конечно, вышивка крестом — это моё основное хобби, и наравне с ним идёт чтение. Все остальные хобби, они такие более эпизодические. Девятый вопрос. Можете ли вы провести месяц без вышивки? Да, могу. И я уже, в принципе, в одном из предыдущих вопросов ответила, что было такое, что и месяц, и два, и несколько недель. Поэтому не вижу в этом совершенно никакой проблемы. И десятый заключительный вопрос. Ваша последняя вышивальная мечта — набор, о котором вы мечтали в последнее время? Ну, поскольку это идёт через запятую, то вначале озвучиваю мою последнюю вышивальную мечту. Мне очень хочется попробовать раму «Миллениум», и мне очень хочется безтеневую лампу. Не могу выбрать между ними. Что-нибудь из этого планирую. Ну, скорее всего, лампу я в ближайшее время куплю, потому что это проще, чем раму «Миллениум». А вот по поводу набора, о котором бы я мечтала, пожалуй, сейчас такого нет. Так что, наверное, разочарую, потому что не могу ответить на этот вопрос. У меня просто нет ответа. Нет такого набора, о котором бы я страшно мечтала, но по каким-то причинам его не могла купить. Наверное, в данный момент я очень довольна своими запасами, причём как наборов, так и материалов. И у меня нету такой мечты. То есть, у меня больше мечта об аксессуарах, ну, либо, как я уже говорила в каком-то своем видео, мне бы очень хотелось именно комнату для рукоделия, то есть, с удобным хранением, с удобным рабочим местом, креслом и прочее. Ну, вот и все вопросы тега. Надеюсь, что немножко вас развлекла, поболтали мы, точнее, поболтала я, вы послушали. И следующим моментом будет вставка видео с розыгрышем. «Откай» 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 Итак, я поздравляю победительницу Руслана. Пожалуйста, пришлите мне на почту, указанную в инфобоксе, свой почтовый адрес, и я отправлю вам подарок. Поздравляю еще раз победительницу. Хочу сказать, чтобы остальные не расстраивались. Это не последний розыгрыш на моем канале, будут обязательно еще. Я придумаю что-то интересное, что-то, что побудит вас посмотреть видео и поучаствовать в розыгрыше. И буду, конечно, очень рада дарить подарок. Поэтому подарки еще будут, розыгрыши еще будут, ну и много другого интересного будет на моем канале. Я вам желаю всего самого хорошего. Будьте здоровы, получайте удовольствие от вашего хобби, будь то вышивка или какое-то другое хобби. Пусть ваши близкие будут здоровы. И всего вам самого хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok